МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Смотрите сегодня в выпуске. На 60% больше. Сколько будут платить саровчане за детские сады? Учитель Года России. Саровчане могут поддержать педагога 15-го лицея, который участвует во всероссийском конкурсе. Готовы к труду и обороне. Воспитанники Икара в рекордсменах областного фестиваля ГТО. Далее расскажем обо всем подробно. На тысячу с лишним рублей больше придется платить саровчанам за ребенка в детском саду. С 1 июля в городе изменилась стоимость платы за садик, а также механизм ее расчета. Раньше родители платили 2259 рублей в месяц, вне зависимости от того, сколько рабочих дней было в этом месяце. Сейчас установлена плата за день 164 рубля. И платить нужно будет по факту. За дни, которые ребенок провел в детсаду. Например, за 20 дней это 3280 рублей. Скачок стоимости ощутимый, но избежать такого повышения сложно, объясняют в администрации. Во-первых, изменились требования СанПИН по отдельным видам продуктов. А во-вторых, вырос процент инфляции. Однако депутаты уверены, поднимать плату за детский сад сразу на 60% нельзя. И предложили увеличить стоимость лишь на 20%. В декабре прошлого года стоимость питания одного ребенка составляла 110 рублей. С января этого года, 160, сейчас собрали ценовые предложения от поставщиков. У одного 240, у другого 230 почти. То есть вот разница, понимаете? Если предлагаете вот это решение по увеличению родительской платы на 20%, то всю недостающую сумму, это будет покрытие, заряжение. Часть суммы за питание бюджет уже покрывает. И по расчетам специалистов, каждые 15 рублей от стоимости питания на ребенка обходится казне в 10 миллионов рублей за полгода. Если мы сейчас 164 сделали, 15 рублей убираем, остается плата в 150 рублей. Это значит, на полгода еще надо 10 миллионов. То есть в год мы понимаем, что сумма двоевается. Скоро 23-й год. Мы должны будем запланировать расходы бюджета 23-го года. Если у нас при плате в 150, получать полгода будет стоить из бюджета 20 миллионов, в год это будет 40 миллионов. Искать дополнительное финансирование в казне за счет сокращения других программ задача не из легких. Тем не менее, депутаты настроены серьезно. За ближайшую неделю они планируют обсудить вопрос с представителями администрации и найти компромиссный выход из ситуации. Обратиться как раз от комитета, главе города, с вопросом о том, чтобы проработать механизм снижения или плавного повышения деплаты поэтапно. То есть проработать этот механизм. И если он существует, его представить в Думе. К вопросу народные избранники вернутся уже на следующей неделе. Тянуть с поиском решения времени нет. Необходимо заключать договоры с поставщиками продуктов в детские сады. Практически год назад на этом месте был только котлован. Слабо верила, что дело сдвинется с мертвой точки. Однако теперь с угла дома на Силкино-46 открывается вид на новое современное здание. Сдать поликлинику должны были в 2021 году, но из-за проблем с подрядчиком сделать это не удалось. Нашли нового. Им стала московская фирма «Инстройпроект». Работы контролируют на самом высоком уровне. Еженедельно проводят совещания с представителями ФМБА. Периодически сотрудники агентства приезжают в Саров, чтобы осмотреть стройку лично. Объект посетила Ирина Скворцова, советник отдела капитального строительства и капитального ремонта ФМБА России. Только благодаря упорной ежедневной работе заказчика, подрядчика, администрации, федерального медико-биологического агентства, специально созданного отдела ФМБА, службы технического заказчика, вот только совместной такой плодотворной работой у нас получилось на сегодняшний момент, через год иметь вот такой объект, уже видимое здание. Уверенность Игоря Викторовича в том, что все удастся выполнить до конца года, разделяют и другие стороны, задействованные в этом процессе. «Безусловно, детская поликлиника является одним из социально наиболее значимых объектов строительства на территории нашего города. Со своей стороны, администрация прилагает все необходимые усилия для того, чтобы этот объект строительства был сдан как можно скорее. И на сегодняшний день есть уверенность в том, что благодаря совместным усилиям клинической больницы ФМБА и администрации города Сарова этот объект будет сдан в срок». По всему зданию закончен монолит. На следующей неделе завершат монолитные работы по входному крыльцу. Кладку наружных стен и внутренних перегородок, установку оконных блоков, подведение наружного водопровода и канализации сделали полностью. Идет утепление фасада, готовность 30%. Начинаются работы по устройству внутренних сетей. Кровль закончат к середине августа. «Подрядчики набрали нужный темп, что нам позволяет в большей степени надеяться на то, что строительство будет завершено в срок. Сейчас в настоящий момент параллелятся работы, завозятся люди». Что касается оборудования, запланированного контрактом, оно все остается. Сейчас идет его поиск и закупка. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Работы в парке на улице Сосина ведут в соответствии с графиком. Сейчас завершают укладку брусчатки на дорожках. Для продолжения работ оставили только небольшие технологические проезды для техники. Также делают планировку участка, вычищают подлесок и поросль. В парке установили световые опоры, провели электроснабжение, начали монтировать и часть мафов. Другая часть тоже изготовлена и пока находится на складе. «Наш Саровский поставщик выполняет обязательства в срок, делает, их привозит, ставит. Но их ставит в том состоянии технологическом, чтобы потом на него навесить необходимое оборудование, чтобы во время проведения работы оно было не повреждено, поэтому сейчас оно не так приглядно выглядит. То есть, когда работы все строительные будут завершены, будут установлены лавочки, включена подсветка, все это будет иметь такой очень хороший приглядный вид». В прошлом году подвел иногородний подрядчик, который не выполнил свои обязательства. С ним контракт расторгли. И в этом году работы в детском парке по улице Сосина выполняет муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие. На сегодняшний день на объекте работает 25 человек. Дополнительных работников привлекают по мере необходимости. Несмотря на то, что объект еще не достроили, уже выявили первые случаи вандализма и кражи стройматериалов. На объекте установили видеонаблюдение и привлекли нарушителей к ответственности. «Очень много средств, очень много трудов вложено. И когда вандальный подход к имуществу, там один получил удовольствие от разрушения, и весь остальной город страдает. Поэтому есть только просьба горожан беречь то, что есть в городе. Поэтому задача как раз сделать это максимально доступным, неким центром притяжения для города». По проекту в парке Сосина предусмотрена площадка для проведения мероприятий, подиум для зрителей, обеспечена проводка электросетей для звука и света. Через две недели планируют завершить благоустройство дорожек и все земляные работы. Срок сдачи объекта – 31 августа этого года. С 1 марта 2023 года россияне должны будут выбрасывать мусор в разные контейнеры. Такое требование Госдума внесла в новый законопроект об обращении со вторичными ресурсами. Также в новый закон внесут такие понятия, как вторичные ресурсы и вторичное сырье. Расскажем, какие еще изменения должны произойти в мусорном направлении. Да вообще-то нужно, но нет ведь у нас контейнеров отдельных. Вот в нашей старой части ничего нет такого. А как считаете? Я тоже думаю, что стоит сортировать. Ну я считаю, что нужно. Может быть, более ответственными станем. А вы бы стали сортировать? Конечно, стало бы. Потому что в Москву, когда ездишь куда-то отдыхать, там везде же на вокзалах стоят, и дети все бросают, и разные. То есть если бы были у нас контейнеры, вы бы стали сортировать? Конечно. Если буду собирать, почему бы и нет. Вы будете сортировать, если у нас будут контейнеры? А я и так сортирую. А куда-то? Так я, допустим, бутылки в один завязываю, бросаю. Вы знаете, мне кажется, даже есть такие уже места, где это делается. Вот там на Силкино, я знаю. И молодые люди, молодые семьи даже придерживаются этого. Им это нравится делать. Ну, наверное, если в смысле глобально смотреть в масштабе страны это надо, значит, надо и в Сарове это делать. А вы готовы сами сортировать мусор? Ну, если будет такая возможность, такие условия, то, конечно, да. В прошлом году премьер-министр Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам подготовить законопроект о перечнях продукции, при производстве которой можно использовать вторичное сырье. Но на некоторое время работу над проектом приостановили. А 28 июня 2022 года Госдума приняла законопроект о раздельном сборе мусора. Большинство его норм вступят в силу с 1 марта следующего года. Закон должен постепенно обеспечить стопроцентную сортировку отходов. Сейчас в Сарове сдать те или иные вещи или материалы на переработку можно только самостоятельно в нескольких пунктах. Есть пункт приема на товарной базе по адресу Железнодорожная, 9, куда можно прийти и сдать пластик. Также они принимают муклатуру. Есть у нас компания так называемый Саровский фтормед. Они расположены на шоссе Южном, 26. Они принимают муклатуру, стекло, пластик и металл. Под вторичными ресурсами закон подразумевает отходы, которые могут быть повторно использованы для производства товаров или получения энергии. А вторичное сырье – это продукция, полученная из вторичных ресурсов. Новый законопроект призван не просто сделать сортировку обязательным процессом, но и превратить ее в общую практику для всей территории страны. В Сарове вопрос об организации раздельного сбора мусора встал еще в 2019 году. Но тогда никто не был готов к подобным нововведениям. Сейчас городская администрация предлагает жителям многоквартирных домов возможность организовать в своем дворе раздельный сбор бытовых отходов. Решение об этом должны принять собственники квартир на общедомовом собрании. Самый главный вопрос основной – это решение общего собрания. То есть, если люди изъявляют желание перехода на раздельный сбор, они должны заявить управляющей организации, то есть своей инициативой и совместно с управляющей организацией произвести расчет предварительной платы. Что касается юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, то в новом законе уточняется, что они будут обязаны или передавать вторичные ресурсы специализированным компаниям, или утилизировать отходы самостоятельно. За хранение ресурсов, которые считаются вторсырьем, закон запрещает. В сильную жару в первую очередь организму человека необходима вода. При этом в теплом виде она усваивается быстрее. Поэтому диетологи советуют в плюс 30 пить чай. Также не стоит пренебрегать минералками, содержащими соли. Это может быть боржоми, синтуки и так далее. При этом газы из них надо предварительно выпустить. Особенно этот совет актуален для тех, кто много времени находится на свежем воздухе. У них постоянно выделяется пот, и из организма уходит соль и микроэлементы. От отчет точно надо отказаться от крепких напитков. Водка, коньяк, диски совершенно запрещены. То есть могут привести к остановке сердца, инфарктом и так далее. То есть ни в коем случае. А вот несладкий напиток, например, из шиповника, отвар из сухофруктов без добавления сахара. Это то, что надо. Огурцы и зелень, для которых сейчас самое время, принесут в ваш организм микроэлементы клетчатку и благотворно скажутся на фигуре. Редис, листья салата, морковь, фрукты и ягоды тоже прекрасный вариант в жару. Белок можно получать из яиц. Съедая 2-3 штуки в день, вы восполните дневную норму по белку. Еще академик Разенков говорил, что белка может быть немного, гораздо меньше, если он идеально сбалансирован по аминокислотному составу. Так вот в яйцах аминокислотный состав идеальный. Это считается золотым стандартом по аминокислотам. Лучше есть почаще, но понемногу. У многих лето ассоциируется с мороженым. Но увлекаться им не стоит, особенно больным с сахарным диабетом. Лучше заменить мороженое на фруктовый лед или съесть яблоко из холодильника. Также важно в жару уделять внимание одежде, отказаться от синтетики, обтягивающих штанов или платьев. Все должно быть свободным. Такая погода плохо действует на многих. От нее страдают и маленькие дети, и молодежь, и особенно пожилые люди. В этот период нужно обязательно принимать лекарства, те, которые рекомендуют доктора принимать, и стараться в самый жаркий период времени не появляться на свежем воздухе. Если возможно, исключить домашние условия, в саду, на даче, где-то в домике, пересидеть просто в этот период времени. Как правило, солнце наиболее опасно с 11 до 15-16 часов. В это время врачи советуют не заниматься спортом. Лучше это сделать утром или вечером. Спорт в жару приведет к потере микроэлементов и, как следствие, к судорогам. Отлично такую погоду подойдет только плавнее. С кондиционерами тоже не все так просто. Ни в коем случае не должен быть направленный воздух. Охлаждать комнату лучше до 22 примерно градусов, не ниже, хотя хочется иногда и на 16 поставить. Но при этом не надо забывать, что вы в ночной режим вошли, вы уснули и вы замерзли просто-напросто. А если еще и дети находятся в комнате, то, соответственно, наступит переохлаждение, и человек заболеет. В ближайших выпусках новостей мы расскажем о том, что делать при тепловом и солнечном ударе или ожогах. Полностью интервью со Светланой Рябовой смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Купальный сезон Нижегородской области начался 1 июня. В Сарове пляжи открыли на неделю позже. Официально в нашем городе работают два пляжа, на которых дежурит спасатель на боровом протяжке, в границах плавания, обозначенных бойками. Заплывать за них или купаться в других городских водоемах запрещено. Вода не терпит халатного отношения. С начала сезона в регионе утонули 25 человек. Из них пятеро были несовершеннолетними. При нахождении в воде нужно проявлять предельную осторожность. Также призываем проводить свой отдых только на специально оборудованных для купания местах, на пляжах, где осуществляют дежурство спасатели. В местах, оборудованных для купания, проверяют дно, убирают посторонние предметы, чтобы отдых горожан был максимально безопасен. Однако и сами отдыхающие должны придерживаться простых правил, которые сведут риски к минимуму. Не заплывать за границей купания, не подплывать к движущимся судам и не находиться долго под водой. Ни в коем случае не купаться в состоянии алкогольного опьянения, так как в большинстве своем, в летний период, люди гибнут именно в состоянии алкогольного опьянения. Также призываем родителей ни в коем случае не оставлять своих детей одних у воды без присмотра во избежание возникновения трагических случаев. Также спасатели советуют не купаться сразу после приема пищи, не перегреваться на солнце перед купанием и не лезть в воду в ненастную холодную погоду и в темное время суток. Екатерина Пёнова, Александр Мальков, Служба новостей, Сарова, 24. На заросли борщевика по набережной Сатиса пожаловались саровчане в нашу рубрику «Городской дозор». На набережной и у берегов реки часто гуляют дети, которые могут получить от опасного растения серьезные ожоги. Администрация города о проблеме знает, поэтому работники скашивают траву ежемесячно. И это единственный способ борьбы с борщевиком, так как химические средства использовать на этой территории запрещено. Большая масса, там даже не борщевик растет, большая масса. Но понятно, что среди них может затесаться какой-то один, который будет выживать ожоги. Поэтому мы боремся в любом случае. На всей территории проводим кошение. Химическая обработка борщевика на данной территории запрещена, потому что рядом находится водный объект. И здесь другого способа борьбы, кроме кошения, нет. Департамент городского хозяйства принимает обращение людей и выходит на те места, где растет борщевик. Чтобы проверить, насколько тот или иной вид опасен для человека и является ли борщевиком вообще, представители администрации советуются со специалистами станции юных натуралистов. Консультант Управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды Ина Родина отмечает, что большинство территорий, на которых растет борщевик, были заражены семенами растения от новой и завезенной земли при строительных работах. По нашему муниципальному контракту мы три места обрабатываем. Это территория около Пантонного моста и в Яблоневом саду, около кафе. Там тоже борщевик по заявлению мы установили. Вот в тех местах мы тоже как бы косим, химически обрабатываем там, где это возможно. Отличить борщевик сибирский, безвредный, от ядовитого сосновского можно по цветкам. У первого цветки зеленовато-желтоватые, листья тонкие и острые, а у второго цветки белые. Кроме того, борщевик сосновского значительно крупнее по размерам. Может быть, даже выше человеческого роста. Края листьев неровные. В первую очередь не должно быть попадание сока борщевика на кожу человека, даже на одежду. Если попал сок борщевика на кожу, он вызывает такую реакцию, что при падании солнечных лучей вызывает ожоги. То есть опасен не сам сок, а контакт с солнцем. Одежда не спасет, надо вот именно темное помещение смывать, смывать, смывать. Он активен будет в течение первых трех дней где-то. Если вы прикасались к борщевику, то в качестве профилактики тщательно промойте прожженные участки большим количеством воды с мылом и не подвергайте кожу солнцу в течение нескольких дней. При появлении первых признаков ожога как можно быстрее обратитесь к врачу. Если вы увидели заросли борщевика, то ни в коем случае не подходите к растению, не трогайте его руками и не разрешайте детям играть вблизи борщевика. Вот мои слагаемые успеха. Все могут пять пальцев, если их достать из кармана. Веди ученика, но не тяни его за собой. Побуждай, но не заставляй. Указывай на путь, но позволь ему идти самостоятельно. Этими принципами Дмитрий Григорьев руководствуется все время своей работой учителем. Нестандартная подача материала и любовь к своему делу помогают ему привить ученикам интерес к непростой, но важной науке – математике. Например, тот же самый парковый урок, когда мы выходим за пределы кабинета и проводим эти уроки геометрии на улице, когда они сами могут все попробовать. Ну и плюс еще само отношение к детям, наверное, вот это самое главное, что если ты не будешь любить детей, то и ребенок это не увидит, то что бы ты ему не говорил, как бы ты ему не преподавал, как бы ты ему все не рассказывал, то он тоже относится к вам будет. Такой подход приносит плоды. Его ученики успешно участвуют в различных конкурсах, турнирах и олимпиадах. Слышать теплые слова благодарности и признания от детей и родителей – большая радость для педагога. Дмитрий Андреевич – человек добрый. Он может услышать и увидеть каждого с высоты своего роста. В этом году Дмитрий Григорьев участвует в конкурсе «Учитель года». В апреле он победил на муниципальном этапе, затем выиграл зональный и отправился на региональный. Областной финал прошел в мае на площадке точки кипения Мининского университета. Жюри признала саровчанина лучшим. Спасибо моей команде. Если бы не команда, а лицея, с которым мы все вместе и продолжаем дальше готовиться, то одному это сделать нереально. Команда всегда поддерживает, команда всегда помогает, где-то похвалит, где-то наоборот какие-то жесткие слова скажет, но тем самым наоборот мы исправляемся. Но без команды ничего бы этого не получилось. Дмитрий Григорьев сейчас участвует в заключительном этапе всероссийского конкурса. Поддержать саровчанина и отдать свой голос за его медиавизитку можно на сайте «Учитель года России». В октябре прошлого года в городе открылся первый частный приют для кошек «Мурдом». Сейчас под опекой волонтеров около 120 животных. Часть на карантине, а часть здесь. В новой рубрике «Ищу хозяина» мы будем рассказывать вам о подопечных приюта в надежде найти им новых владельцев. Возможно, вы посмотрите наш сюжет и увидите кота своей мечты. И придете за ним, заберете его домой. Черные, белые, рыжие, полосатые, пушистые и гладкие. Столько кошек на один квадратный метр вы вряд ли где-то еще увидите. При этом каждому животному обеспечен полноценный уход. Каждый день в приюте трудится команда волонтеров. Убирает вольеры и клетки, кормит, лечит и, конечно, чешет за ушком. Практически у каждой кошки, которая сюда попала, печальная история. У кота Кеши, например, недавно умерла хозяйка. К сожалению, дети, женщины не могут забрать Кешу, потому что у них маленький ребенок. А он в ходе игры любит прикусить, поцарапать. И, в общем, возникли сложности с его адаптацией в семье. Поэтому Кеша попал к нам на пристрой. Кеша пока немного переживает, но волонтеры надеются, что он скоро адаптируется, и его можно будет перевести в вольер. Пока Кеша был домашним, за ним хорошо ухаживали. Кот стерилизован и привит. Зачастую животные поступают в приют в гораздо худшем состоянии из ужасающих условий. Мы еще расскажем о нижегородских котах, которых изъяли у психически больного хозяина. Или о Вике, которая попала из квартиры, владелец которой вышвырнул животных с пятого этажа. С подобной человеческой жестокостью волонтеры приюта сталкиваются постоянно. Это очень тяжело, но когда мы видим спасенных животных, они живые. То есть для нас это каждая маленькая спасенная жизнь. И когда мы видим, наблюдаем, как котята, которые к нам приводят в возмужденном состоянии, и потом они через несколько месяцев ласки, заботы, правильного ухода становятся шикарными котами. Мы видим, как их забирают домой. Нам потом присылают фотографии, какие-то отзывы, что спасибо, это теперь наши любимые семьи. И это для нас, наверное, самая лучшая награда. Рубрика «Ищу хозяина» будет выходить по пятницам в выпусках новостей. История того места, на котором сейчас стоит Свято-Успенский мужской монастырь «Саровская пустынь», уходит в глубь веков. На рубеже первого-второго тысячелетий здесь находилось финно-угорское городище. В начале 13 века это поселение приходит в запустение. А примерно через 300 лет сюда приходят первые монахи-отшельники. Если мы день рождения отмечаем 16 июня 1706 года, начало, так сказать, исторического день рождения Саровского монастыря, то по правде, надо сказать, что монахи пришли значительно раньше. Потому что первые писемные источники упоминают этот 1664 год. Монах Феодосий приходит сюда из Пензенского монастыря, хотя где-то в источниках встречается, что он был уроженец села Побра, Нижегородской губернии. Но он был монахом Пензенского монастыря. Приходит здесь, роет землянку под горой, принимает обед по служительству. Сюда приходят и краснослободские, и сыноксарские монахи. Рассказ о необыкновенном месте услышал и молодой инок Арзамасского Веденского монастыря Исаакий, впоследствии в схеме Иоанн, будущий основатель Саровского монастыря. Иоанн приходит на Саровскую гору и ставит крест. С этого времени здесь появляется монашеская община. В начале 1706 года Иоанн получил разрешение на строительство церкви. И 29 июня, или 16 июня по старому стилю, 1706 года осветили первый храм Саровской пустыни в честь иконы Божьей Матери «Живоносный источник». Эта дата считается днем основания Свято-Успенского мужского монастыря. Монастырь, он относительно молодой других монастырей, но он настолько был таким вот настоящим, таким вот славным, что даже отсюда в другие монастыри потом призывали в настоятеля монахов Саровской пустыни. И скажут о Сарове. О, Саров, ты колыбели Академию монашества. Более 40 монахов уходят в другие монастыри России в настоятеля, совершенно в разные места, в разные епархии. Вторым по счету воздвигли пещерный храм. Когда молва Саровской обители распространилась по всей России, появилась и поговорка «Если ты суров, иди в Саров». Из этого монастыря вышли такие прославленные старцы, как Назарий Валаамский, Марк Молчальник, Серафим Саровский. Последней постройкой монастырского комплекса был храм Серафима Саровского. В 1897 году началось строительство храма над кельей тогда еще не прославленного в лике святых и ромонаха Серафима. В июне 1903 года состоялось освящение храма. На следующий же день, после канонизации Серафима Саровского. Старец Серафим был похоронен у южной стены, алтарной стены Успенского собора. Ну а 70 лет после смерти он будет канонизирован, мощи будут извлечены. И потом вот крестным ходом, у нас есть такие литографии 1903 года, где Николай II, его братья, дяди, великие князи, несут мощи старца Серафима крестным ходом вокруг Успенского собора. И мощи будут помещены уже в Успенском соборе находиться. В период советской власти в 1953 или в 1954 году церковь иконы Божьей Матери «Живоносный источник» взорвали. Был уничтожен и Успенский собор. И уже в наше время, в 2006 году, по инициативе патриарха Алексия II, начинается возрождение Свято-Успенского мужского монастыря Саровской пустыни. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Гордей Барзанов пришел в отделение плавания спортивной школы «Икар» около 10 лет назад. Его имя постоянно мелькает в списке призеров и победителей различных соревнований. Из недавних успехов спортсмена – победа на региональном этапе летнего фестиваля ГТО. Я занял первое место по области в своей возрастной группе 14-15 лет. И еще поставил два рекорда в дисциплинах по плаванию и наклонах. Несколько рекордов упустил. Вот в этом недоволен. А так хорошо. Гордей – участник сборной города по ГТО. В ней уходят и другие воспитанники «Икара». На летний фестиваль от Саровской спортивной школы ездили также гимнастка Виктория Ботова и еще два воспитанника отделения плавания – Ксения Денисова и Ярослав Нетрусов. Все трое плавцов в сборной занимаются у одного тренера – Виктории Шалыгиной. Выбирались самые лучшие спортсмены, которые до этого сдавали нормативы по ГТО, смотрелись их результаты и вот так вот они попали в сборную. Они уже занимаются давно. Так как у нас вид спорта очень такой разнообразный, у нас проводятся и упражнения на гибкость, и силовые упражнения, и скоростные упражнения. Это все упражнения, те, которые сейчас есть в плане ГТО. Помимо призов и грамот, Гордея и Виктория получили сертификаты на участие в третьем федеральном этапе летнего фестиваля ГТО, который пройдет этой осенью в Артеке. К примеру, ребят стал заразительным для многих воспитанников «Икара». В следующем году я тоже очень хочу поучаствовать в ГТО, попробовать его выиграть. Но для этого нужны и другие виды спорта. Мне их тут помогают развивать. Среди воспитанников отделения плавания много титулованных юных спортсменов. Чтобы попасть в секцию, все ребята прошли отбор. Здесь не только готовят будущих чемпионов. Тренеры развивают в ребятах силу, выносливость, терпение и стойкость. Гибкость у нас основной вид, потому что плавания без гибкости не бывает. Силовые упражнения у нас обязательно в течение года. Те же отжимания, те же подтягивания. Плюс скоростная работа, которую мы делаем на воде, они развивают эту скорость. Для тех, кто хочет чего-то добиться в спорте, не существует каникул. Летом для воспитанников ИКАРа организовали летние сборы. В это время, когда нет школы и домашних заданий, можно направить всю энергию в спорт. Тренировки летом отличаются от обычных тренировок, которые в учебном году. То есть мы сначала занимаемся на стадионе, потом мы занимаемся в бассейне. Намного лучше. То есть ты не только занимаешься на воде и оттачиваешь науки плавания, но еще и физическую форму свою держишь в тонусе, когда занимаешься на стадионе. Сейчас спортсмены готовятся к новому сезону. На первые соревнования часть воспитанников отделения плавания поедет уже в сентябре. Мы направили всю свою солнечную энергию на создание этого чудо-аппарата. А то, что этот транспорт безопасен, экологичен и технически оснащен, подтвердил сам Знайка. Воспитанники 30-го детского сада стали настоящими космическими путешественниками. Свой летательный аппарат ребята построили сами. Им удалось не только привести его в движение, но и при помощи эксклюзивных технических функций вернуть к жизни засыхающее дерево, помочь обесточенному роботу, поделившись с ним солнечной энергией, а также зарядить летающую тарелку. Увлекательное путешествие по созвездию «Эл» было вторым этапом состязаний в проекте школы Росатома «Космобол-5 плюсом». И ребята с ним отлично справились. Мы с Незнайкой поехали на космический город. И там было очень круто. Мы ставили из деталей кнопочки там, а потом мы построили ракету. Помимо космических событий, ребята также достойно себя показали в «Космоболе». Это необычная спортивная игра, упрощенный аналог гандбола, специально адаптированный для дошкольников. Так бежать с мячом дольше пяти секунд нельзя, запрещенная игра ногами. Цель команды в игре – забросить как можно больше мячей в ворота соперника, а в случае потери мяча – защищать свои. В этой игре важны терпение, выдержка, упорство и характер. А характера нам не занимать. И мне, как нападающим, надо быть ловким, цепким и быстрым, как героем моего любимого мультфильма «Человек-паук». В начале июня ребята состязались с другими командами города в муниципальном этапе «Космобола». И несмотря на то, что в проекте они участвуют впервые, спортсменам удалось обойти своих соперников. Сейчас за их плечами уже две победы – в городском и в дистанционном этапах. «Космобол» – увлекательная спортивная игра, сразу полюбившаяся нашим воспитанникам. На протяжении двух месяцев ребята упорно тренировались в совершенстве навыки командной игры и параллельно познавали знания о космосе. Теперь наши дружные, спортивные, инициативные ребята упорно готовятся к решающей встрече с командами из других городов территории «Росатома». «Канал-16» желает удачи юным спортсменам на финальном этапе состязаний. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова